Это вторая серия про ремонт на балконе. В этом видео мы смонтируем теплый пол, я расскажу какие ошибки можно допустить при выполнении этой работы и что нужно обязательно учесть. Друзья, всех приветствуем в своем канале. С вами как всегда Павел Сидорик и это канал о ремонте и отделке. В конце ролика разыграем шуруповерт Деволт, поэтому смотрим ролик до конца, чтобы принять участие. А теперь обо всем по порядку. Поехали! В предыдущей серии мы сделали утепление пола и установили раздвижную дверь ПВХ на балкон. После того, как заменили окно на балкон, нужно было сделать откосы. Технология не отличается от той, которую я показывал ранее. Ссылка на этот ролик будет в описании и в закрепленном комментарии, за исключением того, что вверху есть направляющая, которая мешает производить отделку. В своем арсенале я нашел вот такой вот нехитрый инструмент художника и при помощи него аккуратно срезал все излишки пены. Над направляющей есть небольшой кусок рамы, который позволит нам с ювелирной точностью аккуратно заштукатурить верхний откос. Затем пену по плоскости замазали штукатуркой. Эта площадка уже послужит основой, на которую можно приклеить приоконный профиль с резинкой. Перед штукатуркой откоса окно обязательно нужно заклеить. Для этого использую ленту ПВХ Blue Dolphin и укрывочную пленку. Окно заклеивается таким образом, чтобы створка могла открываться. Этой процедурой желательно не пренебрегать, так как окно при выполнении дальнейших отделочных работ можно испортить. В конечном итоге вот какой откос получился. Дальше приступаем к теплому полу. Есть два типа самых распространенных теплого пола. Ну их вообще есть больше, есть всякие инфракрасные, пленочные, но из самых распространенных есть кабель и есть мат. По сути дела мат это тот же кабель, только более тонкий, приклеенный на сетку. С точки зрения отделочника они по качеству одинаковые и по надежности одинаковые. Но с точки зрения отделки строительства, то лучше использовать кабель, который укладывается в штробу. По нескольким причинам. Во-первых, он мощнее, он полностью защищен от внешних воздействий, потому что лежит в штробе и он более мощный. С этим кабелем и плюс ко всему этим кабелем можно более гибко, скажем так, обойти все, весь пол для подогрева, особенно если он неправильной формы. Что касается мата, то вообще маркетологи, которые продают теплый пол, позиционируют его как типа расстелил и сразу можно укладывать плитку. На самом деле самый идеальный вариант это когда вы расстилаете мат, заливаете его полностью клеем и после этого уже на гребенку, когда клей высохнет, укладываете плитку. Потому что он имеет определенную толщину и плиточник с учетом сетки, с учетом кабеля не будет укладывать на такой слой клея. То есть сначала этот пол нужно по идее залить клеем, а потом уже укладывать плитку. Поэтому тут получается, что с ним немножко неудобно работать. Недостаток этого пола то, что нужно резать штробу. Но для персонального строителя это не проблема. Теплый пол будет монтироваться на балконе и сразу же в ванной комнате. Теперь можно приступать к монтажу. На балконе размечаю место, где будет стоять встроенный шкаф, так как под шкаф укладывать теплый пол нецелесообразно. На этапе электрики был выведен кабель под теплый пол и сделана широкая штроба, чтобы в нее можно было уложить термодатчик в гофре. Первым делом меряется помещение и вычисляется необходимое количество кабеля. Определяется количество и длина витков с учетом отступа от стены. На балконе ширина витков, то есть расстояние между кабелем 80 миллиметров. Одновременно теплый пол монтируется на балконе и в ванной комнате. В ванной на полу рисую, где будет стоять мебель и сама ванна. Под мебель теплый пол не укладывается. Дальше вычисляется количество кабеля в ванной. Теплый пол укладывается с интервалом 100 миллиметров, так как это теплое помещение. Затем при помощи штробореза с пылесосом начинаем пилить штробу под кабель. Сначала пропиливается штроба по периметру, затем режем полоски. Таким образом не нужно делать лишнюю работу. Обратите внимание, что теплый пол полностью не расчерчивается на стяжке, чертятся только линии по периметру и одна перпендикулярная. И уже ориентируясь на сам штроборез, режутся полоски с интервалом 80 миллиметров. 80 миллиметров это интервал для холодных помещений по типу балкона. Если это квартира, то интервал делается 100 миллиметров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Штробу не нужно выдалбливать, так как на штроборезе стоит сразу три диска. Глубина погружения 15 миллиметров. Глубина погружения 15 миллиметров. Одновременно делаем теплый пол и ванной. Глубина погружения 15 миллиметров. После подрезки подбиваем перфоратором те места, куда не достаешь штроборез. И далее нужно все пропылесосить. Глубина погружения 15 миллиметров. Пока везли кабель, я решил еще штробы загрунтовать. Глубина погружения 15 миллиметров. Теперь можно приступать к укладке кабеля. Для устройства своего теплого пола я буду использовать кабель и терморегуляторы Дэви. Это самый лучший продукт, который есть на рынке. Терморегулятор электронный, программируемый с Wi-Fi. То есть есть возможность управления полами дистанционно через телефон. По регуляторам я более подробно расскажу после того, как мы их установим. Теплые полы Дэви входят в концерн Данфас. Именно клапаны и терморегуляторы этого производителя я устанавливал у себя на радиаторах. В ванную идет кабель 17,5 метров. 18 ватт на метр погонный. Общей мощностью 310 ватт. Кому интересно, вот его спецификация. На балконе общая длина кабеля 54 метра. Аналогично 18 ватт на метр погонный. Общая мощность 1005 ватт. А это информация по второму кабелю. Укладка начинается от соединительной муфты. Кабель укладывается с небольшой натяжкой в штробу. Если сравнивать со штроблением, то это, конечно, уже легкая работа и не занимает много времени. Кабель заводится в подрозетник. Затем в гофре укладывается термодатчик. Термодатчик Дэви очень компактный. Без проблем проходит в гофру даже с маленьким радиусом. После ванны производим укладки кабеля на балкон. Аналогично устанавливается термодатчик. После монтажа нужно померить сопротивление, чтобы понимать, что кабель не повредился. Оно должно быть такое же, как и до укладки. Терморегулятор я попросил подсоединить чисто для того, чтобы просто поиграться и посмотреть, как он работает. Про него я более подробно расскажу на финальных этапах ремонта, когда он будет установлен. Отдельно пару слов про гарантию. Гарантия на теплые полы Дэви 20 лет. Это настоящая гарантия, которая подразумевает, помимо замены непосредственно самого теплого пола, компенсацию за напольное покрытие. То есть, если нужно демонтировать плитку, то это все оплачивается моральный вред. И в общем все работы, которые связаны с ремонтом теплого пола. Что написано в гарантии? Сверху написан адрес, тип нагревательного кабеля, сопротивление до монтажа, сопротивление после монтажа и тип терморегулятора, дата и подпись монтажника. Сейчас на примере этого уже готового пола я расскажу, какие ошибки можно совершить, выполняя эту работу. Эта информация вам пригодится, если вы хотите смонтировать пол самостоятельно, а также если у вас есть сомнения по поводу специалиста, которого вы нанимаете. Первый момент. Это датчик в гофре. Когда электрик сделал работу, он ее оставляет примерно в таком виде, и после него приходит работать плиточник. Например, или человек, который будет замазывать все вот эти штробы. Здесь должен быть такой определенный радиус, чтобы датчик мог пролезть в гофру в случае замены. Значит, что делает плиточник? Он берет, максимально поджимает эту гофру к стене, или заламывает вот здесь вот гофру, потому что она там ему чуть-чуть мешает, и он не подбивает стену, чтобы радиус был, а он просто ее заламывает, и в таком виде все замазывает. Пока датчик внутри это все работает, но если вдруг надо поменять датчик, то, соответственно, уже вы тогда не сможете просунуть в эту гофру. Второй момент. Датчик должен находиться ровно по середине между кабелями. И желательно, чтобы он заходил параллельно кабелю. Почему параллельно? Потому что иногда используют монтажники такую схему, когда датчик выводится перпендикулярно. Он затягивается сюда, но если датчик попадает сюда, то все будет нормально. Но бывает так, что датчик не доходит до конца, и он фиксируется в районе непосредственно кабеля. Тогда датчик будет работать неадекватно, он будет выключаться раньше времени, потому что вот эта часть будет прогреваться быстрее. Еще бывает, что датчик выводят вообще где-то вот с краю за поле, за вот это вот кабельное поле. Тогда он тоже будет работать неадекватно, он вообще не будет отключать пол, потому что эта часть, она будет прогреваться хуже, чем само поле. Когда мы смонтировали этот пол и надо было проложить гофру, монтажник сначала проложил гофру, а затем уже сверху засунул датчик, чтобы посмотреть насколько хорошо он проходит. Потому что очень часто делают так, засовывают в гофру датчик, укладывают все, замазывают, и их не волнует, что там заломано, и датчик потом в будущем невозможно поменять. Поэтому проложили гофру и сверху засунули датчик. Если все заходит до конца, значит вы смонтировали все правильно, можно замазывать. Идем дальше. Соединительная муфта. Вот что она из себя представляет. Здесь непосредственно кабель теплого пола соединяется с проводом на 220 вольт. Она греется наполовину. Эта муфта должна, ее во-первых нельзя сгибать, потому что сгибая где-нибудь в углу эту муфту, вы можете нарушить электрическое соединение. Также, когда эту муфту заморовывают в стену, вот сюда вот, за счет того, что муфта наполовину греется, и стена замазана гипсовой штукатуркой с пустотами, не рассеивается тепло. И поэтому муфта теоретически может перегреться и кабель может выйти из строя. Если подытожить, соединительную муфту нельзя класть на излом и замуровывать стену. Она должна быть в стяжке и полностью залита раствором. Следующие ошибки относятся к раскладке кабеля. Раскладка кабеля должна быть равномерной. В данном случае она сделана через 80 миллиметров, потому что это холодное помещение. Если говорить про квартиру, теплые помещения, то там раскладка делается строго через 100 миллиметров. Отступы от стены обычно берут 10 сантиметров. И на самом деле это очень распространенная ошибка, потому что бывает, что кабель лежит пофигистически. Сейчас я вам покажу фотографии с тепловизора и вы посмотрите, каким образом люди умудряются раскладывать кабель. Эти фотографии с тепловизора сделаны с реальных объектов. При укладке кабель ни в коем случае не должен соприкасаться. В противном случае он может перегореть. И если он будет лежать с разным расстоянием, соответственно будет неравномерно прогреваться пол и стяжка не будет равномерно снимать тепло с кабеля. Соответственно он тоже может перегреться и сгореть. Это все конечно же относится больше к кабелям низкого качества, потому что качественный кабель, он эти моменты в принципе компенсирует. Ребята включали вот этот кабель вообще без стяжки и он очень долгое время работал и ничего с ним не происходило. Но с кабелями низкого качества это надо учитывать. При замазке кабеля нельзя делать так, чтобы оставались пустоты где-то там под кабелем. Поэтому раствор для замазки должен быть максимально жидким. Чаще всего используют плиточный клей либо самонивелир. Потому что у них, если этот раствор сделать жидким, он максимально затекает под кабель и полностью его обволакивает. Если вы используете густой раствор, то очень большая вероятность, что под кабелем у вас будут пустоты. Соответственно стяжка не будет прогреваться, не будет сниматься тепло и кабель опять же может выйти из строя. Обязательно после того, как вы замазали пол, нужно выждать технологическую паузу. Если это плиточный клей, то это 2-4 дня. Если это нормальная стяжка, то соответственно больше дней 10 нужно ждать, прежде чем включить теплый пол. После укладки кабеля обязательно нужно проверить сопротивление. Когда вы покупаете кабель, у вас в коробке лежит бумажка с написанным сопротивлением кабеля. После укладки и перед замазкой это сопротивление нужно тестером померить еще раз. Если оно вдруг изменилось, то в каком-то месте кабель мог повредиться. Уже после замазки перед укладкой плитки тоже желательно померить сопротивление, чтобы оно было точно такое же, как и из коробки. Если вы это сделаете на этих этапах, то в случае повреждения кабеля вы сможете его заменить. А если вы уже уложите керамическую плитку, сделаете ремонт ванной и потом окажется, что кабель по какой-то причине испорчен, вы уже ничего не сможете сделать, потому что скорее всего, что плитку вы демонтировать не будете. И последний совет. Теплый пол нельзя запирать мебелью перед укладкой, поэтому на полу надо нарисовать где, что будет, чтобы в те места теплый пол не укладывать. Это важно по двум причинам. Первое техническое. Ухудшается съем тепла, соответственно пол лишний раз напрягается и может перегореть. И второй момент это то, что укладка пола под, допустим, диван или какой-то шкаф просто не телесообразна. Кабель смонтирован, теперь его нужно замазать. Плиточный клей мы сделали жидкой консистенции, чтобы он полностью растекся в штробы. Перпендикулярно штробам распределяем плиточный клей. Чтоб он затек и полностью собой обволок кабель. Плиточный клейcu. Замазанный клеем в штрабе кабель уже сложно повредить при дальнейших отделочных работах. Помимо плиточного клея очень хорошо подходит еще наливной пол. Наверное, даже лучше, чем плиточный клей. Если вдруг кабель влазит из штрабы, то его можно подпереть, например, сжатой гофрой. Замазанный клеем в штрабе кабель в штрабе кабель в штрабе кабель. Смета на работу и материалы. Условия розыгрыша шуруповерта. Такой шуруповерт, кстати, мечтал любого мастера, бесщеточный, с двумя аккумуляторами, зарядным устройством и в кейсе. Переходите в описание, там находите регистрационную форму, заполняете ее, там все будет написано, оставляете свою электронную почту и телефон. Телефон никто не увидит, он нужен только для того, чтобы вручить приз победителю. Очень важная информация. В розыгрыше участвуют только страны таможенного союза, то есть Россия, Беларусь, Казахстан. Почему? Потому что физически мы не можем отправить этот шуруповерт, допустим, в Украину или в какую-нибудь европейскую страну или там Прибалтику, потому что просто границы и таможни не пропустят. Примерно через месяц берем список зарегистрированных участников и рандомным способом выбираем победителя. И шуруповерт отправляется по адресату. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то конечно же ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения, до новых встреч!